Согласны ли Вы с тем, что в настоящее время в Российской Федерации налоговая нагрузка приемлема для начинающих бизнесменов? Ну, бизнес всегда будет недоволен размером налогов, а государство всегда будет считать, что не добирает. И я вижу, что в настоящий момент для начинающих предпринимателей есть достаточно большое количество возможностей для получения льгот всевозможных, которые как-то улучшают ситуацию с базовыми ставками по налогообложению. Стоявшиеся уровни налогов и объема налоговой нагрузки на предприятие – это принятые всем рынком условия и сбалансированная точка. Какие налоги, по Вашему мнению, являются наиболее обременительными? Ну, мы знаем, что там налоги, размер налогов и его влияние на бизнес зависит от типа бизнеса. Кого-то не устраивает высокая нагрузка на налоги, на недвижимость, на основные средства. Кого-то не устраивает, как в примере высоковинтеллектуального бизнеса, когда основная стоимость продукта создается внутри компании, то налог на добавленную стоимость фактически является налогом наоборот. Поэтому, конечно же, все зависит от конкретного вида бизнеса. Если говорить о количестве бюрократии в наших органах, налоговых, регистрационных, сталкивались ли Вы с регистрацией юридического лица? Если да, то какие впечатления у Вас об этом процессе остались? Конечно же, сталкивался. Мы регистрировали несколько юридических лиц в Российской Федерации за пределами ее, из разного опыта, из текущего проекта, из предыдущих видов деятельности моих. Скажу честно, что процедура, на мой взгляд, сейчас очень упрощена, и наличие консалтинговых компаний, которые помогают предпринимателю зарегистрировать юридическое лицо, а также какие-то сопутствующие процедуры провести, значительно упрощает это. И стоимость этих услуг на данный момент вполне приемлема по сравнению с многими другими услугами, намного ниже и доступна практически всем. Какой объем от выручки Вы готовы отчислять в виде налогов? Это опять же вопрос из раздела философии. Предприниматель никогда не готов дополнительно ничего платить, он бы и за зарплату даже не платил сотрудникам, если бы они были готовы бесплатно работать. Но мы понимаем, что налоги – это вся инфраструктура, которую представляет нам государство. Поэтому, как я сказал уже ранее, устоявшиеся сейчас установленные нормы по налогообложению, наверное, рынком принимаются как приемлемые. Максим, в некоторых государствах заявляется, что предприниматель может вести свой бизнес, максимально минимизируя отчисления в виде налогов. В Российской Федерации это приобретает несколько серые схемы. Как нужно действовать в данной ситуации? Какие шаги предпринимать? Ну, уход от оплаты налогов, он практикуется во всем мире. Не будем говорить, что у нас какая-то особая специфика есть. Налог – это обременение, в любом случае, для бизнеса, которое кажется визуально сразу неосязаемо причиной возникновения этого обременения. Но уйти от этого вообще невозможно. Всегда будут уходить от налогов, создаваться какие-то схемы ухода от налогов. Но другое дело, что есть разумные пределы, когда действительно государство устанавливает стандарты допустимых уровней. То есть это льготные какие-то программы. И в рамках этих программ, соответственно, используются возможности для получения льгот. Не думаю, что есть какой-то индивидуальный подход к реализации таких решений. Но, в общем, уровень достаточно, я думаю, значительно улучшился в вопросе контроля от ухода от налогов за последние годы. Максим, спасибо, что зашли к нам, ответили на наши наиболее наболевшие вопросы. Будем ждать вас снова. Илья, спасибо за приглашение на эту беседу очень интересную. И, конечно же, большое спасибо вашей компании FX Groups, которая помогает нам вести наш бизнес и решать все вопросы с бухгалтерией и с налоговой. Продолжение следует...